Отит у 99% выникает внаследовательной застуды терринита, потому что наш нос слуховой трубой связанный с середним вухом. Тоже инфикованный слизи из носа запросто может потрапить овощи вуха и выкликать запаление. У знакомых был отит, но я не знаю почему. Отит на воспаление внутреннего вуха. Это от того, что когда сморкаются, например, неправильно. От того, что люди ходят без головных уборов, поэтому получается отиты. Правда, не знаю, да. Ну, что буду выдумывать? Білю в усю вважается найсильнейшим, який відчуває людина. Тож початок отиту вы навряд ли пропустите. Він сопроводжается высокой температурой, а за 2-3 дни с вуха выделяется гний. Это он прорвался через барабанную перетинку. А если гний не находится выходу, это загрожает расширением инфекции в середину. Можливый мейнгит и обсцесс мозгу. Пациент сам себе поставить диагноз не может. Поэтому первое, что если у него болит ухо, он может выпить обезболивающие препараты. Вывочно применяются нестероидные противовоспалительные препараты. Хворим на отит показаний спокій. Бажано постельный режим. Вуха тримайте в теплі. У ніс закапуйте судинозвуживальні препараты. Пока не прорвало гний, можно использовать народными рецептами вушных крапель. Одну чайную ложку соку м'яти та одну чайную ложку меду розвести у пів склянки теплої води. Также на одну годину можно закладывать ватные тампончики. Смешить их можно в спиртовом рощине прополису, в соку цибули, алоэ або каланхоэ. Бережьте свои вуха и будьте здоровы!